Кто тебя вообще сподвиг на занятия футболом в детстве? Когда был маленьким, я уже любил играть с мячом. В 3-4 лет мне нравился футбол, и я начал понемногу следить за ним. Многие матчи смотрел со своим отцом, хоть в том возрасте, и не очень сильно понимал футбол. А так все началось в 6 лет, когда я впервые пошел в футбольную школу. Стаб карьеры в каком клубе дал тебе больше всего и стоит особняком. Когда истекло соглашение с сестрой, я подписал контракт с сербским клубом «Нови Пазар». Именно первый год в «Нови Пазар», считаю, сказался на моем прогрессе, потому что я имел стабильную игровую практику. После того сезона даже раздумывал о том, чтобы уйти из клуба, но в итоге остался в «Нови Пазар» и думаю, что это было правильным решением. Там продолжилось мое развитие и совершенствование, как на поле, так и вне поля. Будучи в «Нови Пазар», я снова получил вызов в национальную сборную. Затем я уже перешел в Дебрецан. Один момент я подписал контракт с испанским «Алавесом», но так за него и не сыграл отправивших в хороатскую команду группы «Баскония Алавес» и «Струм». Не жалял, что не удалось сыграть в «Ла Лиге». На момент моего ухода из клуба «Сутеска» группа «Баскония Алавес» приобрела «Струм». И таким образом я оказался в ней на правах аренды после подписания контракта с «Алавесом». В «Струм» я отправился напрямую, минуя Испанию. Думал, что в «Струм» буду больше играть и совершенствоваться, но получилось иначе. Там тоже были взлеты и падения. В итоге я очень ждал окончания действия контракта, чтобы поменять обстановку. Черногория, Хорватия, Сербия, Венгрия. Для себя вообще было принципиально продолжить карьер в чемпионате другой новой страны или нет? Я действительно играл в клубах разных стран, при этом не преследовал цели закрепиться где-то конкретно. Однако в каждом клубе играл стабильно отсутствие игровой практики у меня не было. Например, в прошлом сезоне в Венгрии я весь год без перерыва выходил в стартовом составе. Потом в клубе начались определенные вещи, которые подтолкнули меня к решению двигаться на ступень выше. Что побудило вообще тебя откликнуться на предложение Толиатинского клуба? Ты играл в Еврокубках в клубе высшего дивизиона Венгрии. Я получил предложение от Акрона в январе, клуб вышел со мной на связь, но я тогда решил остаться в Дебрецене, так как являлся одним из ключевых игроков. Ближе к лету снова вернулся к варианту с Акроном, и вот я здесь. Перебрался в более сильную и новую для себя лигу. Здесь другие условия и уровень игроков. Это было моим личным решением. Были переговоры и с другими клубами, но я решил перейти сюда, попробовать свои силы в России. Наверняка у тебя были определенные ожидания перед приездом в расположение клуба. Насколько вообще они совпали с реальностью? Пока рано делать глобальные выводы, потому что я только недавно перешел, потихоньку осваиваюсь в команде. Конечно, с тех пор, как я пришел, изо дня в день мы прогрессируем и растем как команда. Но футбол – непредсказуемая игра, нельзя знать наверняка, что можно ожидать от нашей команды в этом сезоне. Все борются за определенные цели, для нас первоочередная цель – остаться в лиге. Надеюсь, что мы выполним эту задачу, а если окажемся на более высокой позиции после этого сезона, это в любом случае станет только плюсом для нас. Какие у тебя личные цели в предстоящем этапе карьеры и чего вообще ожидаешь от дебюта команды в РПЛ? Моя личная цель в этом году – забраться с Акроном настолько высоко, насколько сможем, чтобы затем мы смогли в новом сезоне поставить перед собой еще более высокие цели. В любом случае, в начале, в первом игровом месяце сезона у нас очень сложный матч, мы будем играть с одними из самых сильных команд в лиге. Тогда и будет видно, на что мы способны. И тогда, к чему доведем, мы за что с вами исправим. Ты как опорный полузащитник в последнее время, по крайней мере, в Венгрии нередко оказывался в ударных позициях, забивал мячи, причем даже красивый очень. Секталит ли играл в своей карьере на этой позиции подного полузащитника? Нет, я больше действовал на позиции центрального полузащитника, бокс-ту-бокс, но, например, в последнем сезоне в Гебрецине играл больше в атаке, чем в защите. Теперь ситуация изменилась, тренер хочет от меня несколько иного. Моя задача привыкнуть к требованиям, которые подходят к команде в данный момент. Кто вообще является твоим главным болельщиком в семье? Это точно мой отец, потому что он все принимает близко к сердцу и иногда больше нервничает, чем я. Поэтому он мой самый преданный болельщик. У нас есть черногорец, у нас есть серп, у нас есть македонец. Вообще легко ли находить язык понимания, все равно же, наверное, языки немного разные. Никаких проблем в коммуникации нет. Мне, конечно же, приятно, что есть кто-то, с кем я могу поговорить на своем языке. Это большой плюс, когда ты находишься далеко от дома, и есть кто-то свой, с кем могу пообщаться и провести свободное время вместе. Сейчас больше общаюсь с Алексом и Бояном, но мне все равно жаль, что я не знаю русский. Стараюсь, потихоньку учу новый язык каждый день. Хотел бы научиться как можно быстрее, чтобы мог свободно общаться со всеми игроками. Можешь ли уже что-то на русском сказать и поддержать короткую беседу? Еще не могу, но знаю основные вещи, например, спасибо, или доброе утро. Знаю простые слова, но обстоятельно русский еще не учил. Это нормальные вещи, могу сказать, но я не учил еще что-то не волну.